Друзья, всем привет! За это крайнее время компания Huawei очень сильно пострадала из-за американских санкций. Компания выбыла из топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в мире, а также компания была вынуждена выделить дочерний бренд Honor в самостоятельное подразделение. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, компания выжила и продолжает радовать нас с вами новинками. И об одной из них я вам сегодня расскажу. Компания готовит для нас с вами свой бюджетный смартфон под названием Enjoy 20i. По сути, это будет такой конкурент, например, Samsung M12, Samsung A22, M22 и так далее. И я, собственно говоря, здесь, чтобы вам рассказать о грядущей новинке. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, уже сейчас известно, что новинка получит дисплей на 6,3 дюйма с разрешением HD+, 1600 на 720 точек. В сердце смартфона будет располагаться процессор от компании Mediatek, как никогда ставший популярным именно сейчас в новинках очень многих брендов. По оперативной памяти будет доступна версия на 4 гигабайта, по внутренней памяти 128 гигабайт. На задней стороне смартфона будет располагаться вертикальный блок камер с двумя сенсорами на 13,2 мегапикселя, а посередине, там же на задней стороне, будет располагаться датчик отпечатков пальцев. Странное, конечно, решение, потому что в 2021 году уже почти никто не делает сканер отпечатка пальцев на задней крышке смартфона. Все как-то стараются либо засовывать под дисплей, либо сбоку, либо сбоку в кнопку. Но вот сзади, на задней стороне, вот эта круглая вдавленность, эдакий отпечаток, как-то удешевляет вид самого смартфона. Поэтому лично для меня это не очень хорошее решение, располагать именно вот таким вот образом датчик отпечатков пальцев. По аккумулятору, литий-ионная батарейка на 5000 мАч, в принципе, уже стандартная в данной ценовой категории. Кстати, сколько будет стоить, скажу чуть позже. Поэтому никакого прорыва, хоть и бюджетная новинка, но вот ничего нового. 5000, Mediatek, 13 мегапикселей камера, фронтальная, кстати, будет на 8 мегапикселей, будет располагаться спереди, по центру, в виде черненькой маленькой точечки. Ничего необычного, все то же самое, только разное название. В этот раз Enjoy 20i. Но зато из коробки смартфон будет поставляться на новеньком Android 12, под фирменной оболочкой EMUI 10. Ну и, собственно говоря, переходим к тому, ради чего мы здесь с вами собрались. Цена. Ценник будет не очень-то и высокий, и это ожидаемое. 150-160 долларов. В принципе, для России это не больше 15 тысяч рублей, и конкурентов у этой модели в лице, как я уже сказал, того же Samsung, ну просто огромное количество моделей. Если будет стоить, например, в магазинах 15 тысяч рублей, то на том же AliExpress или где-то в магазинах на скидках можно урвать по довольно-таки неплохой цене за 12 тысяч рублей. У Samsung, я не помню, такой модели, которая бы стоила в такой комплектации 12 тысяч рублей. 4.64, пожалуйста, полно. Что, в принципе, уже не так плохо. 4.128 за 12 тысяч рублей будет просто отличным вариантом. Конечно, еще непонятно, будет ли поддержка Google приложений, скорее всего, не будет. И здесь тоже, опять же, в этом подспорье. А нужен ли такой смартфон за 12 тысяч рублей 4.128, когда есть полно аналогов от других производителей в лице того же, например, Samsung. Что думаете вы по поводу данной грядущей новинки, обязательно отпишите в комментариях к данному видео. Я с вами не буду прощаться, инсайдов еще очень много. Только попрошу вас поставить свои царские лайки, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, все уведомления. В общем, еще увидимся. Всем пока!